Мы пишем следующее видео на тему Кромвель как светляк с руки игрока Тадархан. Наша тема, она касается возможностей Кромвеля, среднего танка, это британской ветки, 64 километра в час он бегает и мне нравятся его возможности, его динамические такие быстрые возможности. Он умеет быстро бегать, прятаться, скрываться где надо, ну и конечно исследовать возможности свечения, это тоже интересно, вот лично для меня и сколько на это можно заработать и вообще можно ли заработать на таком свечении. Пока я записал где-то около 12 видео до этого момента и результат из 12 получил награду разведчика всего лишь один раз, а там остальные видео результаты очень скромные, где-то даже уходил в минуса. Ну я сразу хочу подчеркнуть, что я не топовый игрок, я очень даже среднего такого уровня танкист, но люблю поиграть. Ну и вот это еще другой справа, который от меня светлячок, вот на нем я тоже хочу поиграть по возможности, если удастся мне это все делать. Так, я наехал, это потому что тот светляк, тот светляк меня немножко отвлек от своих действий. Ну что ж, так, мы в общем на рожон лезьте тоже сильно не будем и посмотрим, будем светить исходя из боевых действий. Подбили, но я так для практики действия выстрелил. Так, мне попадают тут, ну и я тоже попадаю понемногу. Так, высветить не могу. Так, меня пробили, я не успел отойти. Так, ну что ж. Мы тут, что называется, засели. Так, давай, я попытаюсь сейчас пробраться сзади. Так, если, конечно, получится. Блин, меня подбивает еще. Я тут не очень хорошо знаю карту, поэтому вот эти все моменты, типа заездов подобных. Так, ну вот, с подбитым частично танком сильно скорость не разовьешь. И тем не менее. Наша задача посветить, мы посмотрим возможности в другой части карты. Они, конечно, не ожидали вот этого. Так, будут подбивать меня, да. А я буду уходить стараться. Куда я буду уходить, не знаю. Но я ухожу. Ух ты. Я сам себя, короче говоря, выгнал. Первый раз у меня это случается. Пытался убежать. Я, в общем, добежал. Куда следует. Ну да ладно. Смотрим. За окончанием теперь уже игры. Дело идет на завершение. Ну и все. Давайте мы посмотрим наш нерезультат. Потому что такого прыжка кромбель у меня не делал вообще. Ну и вот смотрим. У меня всего два свечения. По ним есть определенный результат. Но и в данном случае я не в минусе. Ну, 3000 с небольшим, конечно, это немного. Но тем не менее. Тем не менее, мы исследовали возможность кромбеля в свечении с руки игрока Тадархан.